Я вновь приветствую всех, кто сейчас меня смотрит и слушает. Ну вот, дорогие друзья, у нас с вами новый стрим. Он будет посвящен, как и все прочие, событиям недавнего прошлого. Ну вот и освещение этих событий с точки зрения авистийской астрологии. Все-таки не зря же ее восстанавливал в течение почти полувека. Прежде всего, конечно же, о некоторых некрологах надо поговорить. И прежде всего, о уходе из жизни знаменитого Генри Киссинджера. Ну, про него даже мне приходилось говорить в связи с его 100-летним юмилеем. Это было в конце мая нынешнего года. Можете посмотреть, освежить памяти на здешнем моем канале Павел Глоба ТВ. Неоднозначная очень фигура. Конечно, бесспорно, человек, являющийся патриотом своей собственной страны Америки, куда он переехал, кстати говоря, из Германии. Я сам по своему происхождению еврей. И никогда этого не скрывал, но был всегда патриотом Америки. Может быть, потому что у него было американское поле, так называемое, в его гороскопе, в знаке близнецов. И для своей страны он сделал очень-очень многое. Будучи республиканцем, он практически всю внешнюю политику Соединенных Штатов взял на себя в период правления администрации Никсона, потом Джеральда Форда. То есть в течение где-то лет шести он, в общем-то, находился не только на плаву, он, в общем, как бы возглавлял всю американскую внешнюю политику. Благодаря ему это, я хочу подчеркнуть этот факт, были установлены отношения с Китаем. То, что сейчас происходит, то, что там производство, и то, что там большие вложения американские в Китай были произведены с 70-х годов еще прошлого столетия, это все заслуга Киссингера. Многие другие у него заслуги, в том числе и весьма негативные заслуги, хотя с точки зрения Соединенных Штатов и политики очень позитивные. Там приписывается и война в Вьетнаме, и в Камбодже, вот эти красные кмеры со страшными жертвами, миллионы погибших. Все говорят, что это было, по крайней мере, не без участия ушедшего сейчас из жизни Генри Киссингера. По нему очень многое можно сказать. В основном все-таки для нашей страны негативного, хотя и, если оценивать его объективно, то очень даже двойственного. По крайней мере, это был достойный противник. Если он был противник, это враг, то он был достойный враг, очень умный, хитрый, изворотливый и, в общем-то, последовательный во многом в своих действиях. Конечно, таких сейчас очень мало, но интересно, что он ушел на жизни 29 ноября 2023 года, на 101-м году жизни, и тихо скончался в собственном доме, без всяких там каких-то страданий. И вот, если посмотреть небесные констилляции, наложенные на его личный гороскоп, давайте посмотрим, дорогие друзья. Мы не увидим здесь так называемого Большого Креста, но здесь настораживающие есть факторы. Например, так называемая рецепция. Меркурия с Марсом. Для него планета Меркурий была очень позитивной, а планета Марс, наоборот, она была связана с большими проблемами, связанной с его здоровьем. Так вот, оппозиция, повторяющаяся в этом самом гороскопе Меркурия с Марсом, она повторяется дважды, вот как раз в момент его смерти. И в данном возрасте это, конечно, является очень критическим таким фактором. Плюс обращение планеты Херон, которая для него, как для дипломата, была очень важна. Второе обращение. На первом он поднялся. При возвращении в свое место этой планеты, связанной с дипломатией, с юрисдикцией, с людьми, умеющими договариваться с другими, являющимися такими промежуточными, такими, ну как бы, мосты устанавливая между враждебными сторонами, это очень важная планета. Для него она была очень важна. Вот она второй раз вернулась в свое место, и это, как бы, вот явилось, возможно, неким таким указателем возможного ухода. Про него действительно можно говорить очень многое, но интересно, что с точки зрения современных общих мировых констелляций, его уход может быть не случайным. Так же, как и в прошлом году, как я говорил о так называемом «звездопаде лидеров», тех людей, которые определяли политику прошлого, и мой прогноз совершенно точно сбылся. Можете посмотреть прошлогодние мои стримы и даже отчет по событиям прошлого года. Это все подтвердилось. Так же и здесь, я могу сказать, что уход Киссингера, в данном случае можно его воспринимать как некий такой вот задел, связанный с уходом из жизни вот таких вот серьезнейших политиков прошлого. Тех самых, которые определяли все геополитические сценарии ушедшего столетия XX века. За Киссингера могут последовать еще и другие персонажи, не менее интересные, которые очень долго жили, и которые, как и он, были, в общем-то, по сути, теневиками. Они хотя и находились где-то в центре внимания прессы, но чем они, по сути, занимались, никто не знает. Они, возможно, были связаны со спецслужбами. Вот сразу же после Киссингера, можно сказать, мы узнали о уходе из жизни еще одного интересного персонажа в Соединенных Штатах, мультимиллионера, скорее миллиардера, Чарльза Мангера. Мне уже про него, дорогие друзья, задали вопрос. Спасибо большое, что вы пишете эти вопросы, задаете мне их. Это очень интересно. Я постараюсь на них действительно ответить. Самое интересное из них, из этих вопросов. Вот Чарльз Мангер, который был изначально по своему образованию адвокатом, впоследствии стал профессиональным инвестором. То есть он действительно был одним из самых успешных коммерческих деятелей и все время находился на слуху, на плаву в Соединенных Штатах Америки. Мы прислушивались, ему было 99 лет. Он немножко не дожил до 100-летнего своего юбилея, который должен был отметить с 1 января. И совсем недавно, прямо перед уходом из жизни Киссингера, за один день он тоже ушел из жизни. Вот если, значит, посмотреть его карту рождения, наложенную на нынешнюю констелляцию, давайте посмотрим. Сам Семен родился под знаком Козерога, и действительно там скопление планеты Козероги, и он действительно получается очень сильный такой человек, потому что у него еще и сильное положение Марса, в знаке Скорпиона. Я бы сказал, даже мог быть и кризисным менеджером. Там Марс, у нас Сатурн в Соединении. Известно точное время его рождения. Я взял из открытых источников. Можно увидеть в его гороскопе как раз очень много вот таких вот негативных показателей, связанных с Марсом как раз, Черной Луной, которая проходит по восходящему узлу, Сатурном, и опять же, так же, как и у Генри Киссингера, обращение Херона, который в данном возрасте, этот возраст связан как раз именно с планетой Херон, от около 100-летнего возраста. Он, можно указать у человека на разбалансировку здоровья, и люди при самом негативном положении, в данном случае Херона, в этом возрасте, могут умереть от совершенно случайных каких-то, для других, кажущихся, случайных причин. Вот то же самое произошло и у него. Но также и его смерть вместе с Киссингером, это только начало ухода из жизни других персонажей, которые могут быть на слуху, с которыми связаны какие-то конспирологические всякие версии, на которых указывают пальцем, как на людей, являющиеся глашатами так называемого мирового правительства, еще надо доказать, есть оно или нет, но для конспирологов оно точно существует. И вот, скорее всего, за ним последуют еще и другие персонажи, имеющие большие средства и капиталы. Может быть, это будет Джорс Сорос, может быть, это будут еще какие-то такие же вот интереснейшие персонажи, очень неоднозначные, которые воспринимаются многими как негативные, в худшем случае даже их называют вампирами, кощеевыми, смертными. Вот время ухода из жизни таких кощеев, наверное, вот в ближайшее время, судя по небесным констилляциям, сейчас как раз и началось. Будем за этим наблюдать. Это уже не звездопад лидеров, это уже нечто другое. Это будет время падения тени веков. Вот будем за этим следить и наблюдать. Что же касается нашей страны, мне хотелось бы отметить уход из жизни, в данном случае трагический уход из жизни, генерал-майора Владимира Васильевича Завадского. Он был до недавнего времени не на слуху. Его трагическая гибель 28 ноября во время специальной военной операции привлекла внимание прессы. И вот мне хотелось бы тоже отметить. Время его ухода, он родился под знаком Козерога 11 января 78 года, всего-то ему было 45 лет. С точки зрения мессийской астрологии. Действительно, вот не каждый день, даже не каждый месяц гибнут. Балактически это первый генерал, вот такой вот погибший за время специальной военной операции, если я ошибаюсь, поправьте меня. Вот такого уровня военачальник. И можно сказать, что человек, отрожденный под знаком Козерога, он хотя не является типичным представителем этого зониакального знака Козерога, у него Луна находится, судя по всему, в русском поле. Вот это очень интересно, чем меня это привлекло. Луна в русском поле. Стало быть, его гибель может неким таким вот триггером выступить, связанной с опасностью для больших военачальников российских. И это может в народе вызвать некий такой вот весьма негативный отклик. Я вот поэтому-то обратил в него особое внимание. И, конечно, на момент смерти там нету крестовой ситуации, но есть другие настораживающие факторы, например, противофаза Сатурна. Поскольку Козерог всегда связан с Сатурном, по традиции, вот эта противофаза Сатурна, она для людей, рожденных под знаком Козерога, является весьма угрожающей. И фактор риска увеличивается намного. Также и положение Марса, и других планет Плутона, связанных с коллективной энергией, в том числе, если брать армию, как некий такой социальный институт, то это вот Плутон во время подобного рода спецопераций, которые у нас сейчас происходят, его роль очень сильно увеличивается. Ну, поэтому можно сказать, что в данном случае его уход из жизни может в худшем случае быть неким там триггером для повторения подобного рода ситуаций. Поэтому я обращаюсь к тем, кто по своему долгу службы обязан предотвращать подобного рода инциденты, не допускать того, что произошло 28 ноября нынешнего года, а именно 28 ноября он был убит во время спецоперации. Могу сказать, что подобного рода инциденты могут повториться уже в самом конце нынешнего года, а именно с 28 декабря по 2 января следующего года, а также еще и в самом начале февраля, где-то с 3 по 7 февраля, а еще вот вблизи двух затмений 25 марта и 8 апреля следующего года. Поэтому будем надеяться на то, что все это как бы пройдет по касательной, а люди, которые должны обеспечивать охрану и начальникам нашим, они все-таки об этом позаботятся. Ну, теперь давайте следующее, что произошло, возгорание, подрыв поезда в Семеромульском тоннеле, на БАМе, на Байкал-Музском магистрале, в Бурятии. Это было в ночь с 29 до 30 ноября, произошло возгорание, одно из самых таких вот тяжелых аварий, которая произошла не только в этом регионе, а вообще во всем мире, как раз за эти дни. Да, это действительно с точки зрения космической констелляции подтверждает, как я уже говорил, очень негативные на небе заложенные сценарии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что на небе закладываются только некие сценарии, даже опасных каких-то ситуаций. Реализуем эти сценарии мы сами, и если принять меры безопасности, то все это можно нейтрализовать, или по крайней мере снизить фактор риска. Сам этот Семеромульский тоннель был открыт 5 декабря 2003 года, то есть ему исполнилось 20 лет, ну почти 20 лет. Он был, кстати говоря, открыт под двумя так называемыми королевскими градусами, в том числе и под Ураном, в знаке Водолея. Скорее всего, он будет очень быстро восстановлен, и вот то, что произошло сейчас, это скорее исключение неисправил. В принципе, он до сих пор функционировал достаточно почти что бесперебойно, хотя там, конечно, и были разные инциденты достаточно тяжелые, которые до сих пор удавалось все-таки быстро очень нейтрализовать. Чего нельзя сказать про нынешние события. Вот что произошло тогда? Дурные констелляции с Марсом и Сатурном, конечно, а также с темной луной. Темная луна – это демон-искуситель, как я вам говорил, гороскопа, демон-искуситель нашей судьбы. Это темное начало, так что чья-то злая воля, чей-то замысел, причем замысел такой зловещий, здесь можно усмотреть за этим. Марс-Сатурн – большое и малое несчастье, они оба задействованы. Также и Нептун, связаны с какими-то тайнами, умыслами. Может быть, даже это какая-то, если не многоходовая комбинация, это двухходов точно. Когда это может повториться в этом самом регионе, конкретно в этом тоннеле. Это может повториться в январе месяца, во второй половине, например, от 17 до 21 января, а также еще и в самом конце апреля, с 30 апреля по где-то 4-5 мая. Дай бог, чтобы все это можно было также нейтрализовать. Кроме этого, надо отметить еще и, конечно, возобновившиеся боевые действия после недели перемирия в секторе газа. С 1 декабря нынешнего года при обращении, обращении свое место Луны. Луна всегда связана с народом, так что, конечно, народ будет очень сильно страдать от этого. В течение ближайшего месяца, хотя самые серьезные катаклизмы там могут произойти как раз вот где-то в конце января, особенно в феврале месяце. Я об этом уже неоднократно говорил. Сейчас лунные узлы, связанные с фатомом, роковыми обстоятельствами, пришли на важнейшие точки гороскопа Израиля. Поэтому вот принятие решений ответственных, оно всецело будет связано с человеческим фактором. Ошибочные действия, которые могут принять нынешнее правительство Израиля, конкретно отвечающие за проведение этих боевых действий, они могут оказаться и для них роковыми, и для всего народа Израиля роковыми. Не только для них, но и также для прилегающих территорий. То есть в феврале месяце все это может, к сожалению, не только возобновиться, но и перейти в совершенно другую, более страшную фазу. Дай бог, чтобы это все-таки можно было остановить, пока не просто. Следующее. В Индонезии я отметил извержение вулкана на острове Суматра. Это было 3 декабря как раз нынешнего года, известное даже точное время, когда это произошло 7 часов 54 минуты по Гребничу. При дурной констелляции сложить на гороскоп Индонезии, Марса к так называемой черной луне. Поэтому в политике этой страны это, конечно, отклик будет. Причем отклик будет в самое ближайшее время. Причем такой негативный отклик. Хотя мне вот, дорогие друзья, вы пишите о том, что Индонезия совсем не в то время была основана. Я использую в прогнозах для этой страны дату 27 декабря 49 года, когда она получила независимость, фактическую независимость от Нигерландов. Потому что действительно независимость была объявлена Мухаммедом Хаттой в 45 году, за 4 года до этого, 17 августа. Действительно, такую дату они отмечают. Но эта дата была связана все-таки с неким таким началом процесса. Ну вот примерно как февральская революция, которая является только промежуточным этапом перед революцией Октябрьской. Там свергли царя, конечно, там установлено временное правительство. Вот так же и здесь временное правительство, там по сути, де-факто, было установлено на 4 года. И дальше уже Нигерланды признали независимость, и подписан была независимость в 49 году, 27 декабря. И вот этот гороскоп очень четко в Индонезии работает. Так вот, в ближайшее время, как раз в конце нынешнего года, где-то около 27 декабря, вблизи даты фактической независимости Индонезии, а также еще и в начале февраля месяца, и в конце самом марта месяца, там могут повториться события критические. Но в данном случае не связано с извержением вулкана уже, а некий отклик этих событий, то есть там теракты какие-то, аварии, катастрофы, повышенный, некий такой вот общий фон, который притягивает эти события из некоего такого коллективного бессознательного. То есть человеческий фактор здесь будет очень большую роль играть. Дай бог, чтобы это было все-таки снижено. Но в гороскопе Индонезии очень часто будут происходить подобного рода ситуации, потому что там изначально в их гороскопе Марс находился в так называемом разрушительном градусе, в первом весом. Дай бог, чтобы этого не было, но это все-таки уже зависит от тех, кто принимает ответственные решения. Последнее, о чем я хотел сказать вам, дорогие друзья, это о теракте на Филиппинах. Вот о Филиппинах я уже говорил неоднократно. Там происходили недавно землетрясения на Филиппинах, которые я комментировал вот в октябре месяце, в конце октября я в частности прокомментировал землетрясения на Филиппинах. На 24 октября мой стрим. Вот, пожалуйста, внимание на экран, что я сказал о Филиппинах. Получается, исходя из этого, что для самого государства Филиппины эта сейсмическая активность на острове Виндонал символизирует еще и проблемы, серьезнейшие такие проблемы ноосферного характера, то есть на уровне мысли, на уровне критинобесознательного уже в событиях, которые произойдут на Филиппинах перевороты или какие-то вступления в военные конфликты или аварии, катастрофы, в которых человеческий фактор будет очень силен. Там действует еще и солнце, которое связано с лидерами государства. То есть можно сказать, что на Филиппинах только начался какой-то деструктивный процесс, а землетрясение, которое там было, имелось только неким таким вот, скажем, триггером или указателем. На эти процессы серьезнейшие, катастрофические требуется обратить внимание. Ну вот видите, дорогие друзья, и что же произошло? Произошло вот, что 3 декабря 23 года во время католической мессы произошел взрыв, вот такой теракт. Четыре человека было убито, а 50 ранены. Вот это вот трагическое событие, которое произошло в скорости после вот такого землетрясения. Так что стихийные бедствия могут выступить триггерами такими, спусковыми крючками для событий, связанных уже с политикой. То есть накаляется некая обстановка, если землетрясение, извержение вулкана или какое-то стихийное бедствие будет проявлено в гороскопе какой-то страны и государства или города, то из-за этим может последовать уже некий такой отлик в ноосфере, в спире разума. То есть люди могут на это реагировать неадекватно, вплоть до вот притяжения подобного рода ситуации, как произошло на Филиппине. Что же мы там видим? Там не было креста, но крест был уже в гороскопе землетрясения на Филиппине 24 октября, которое произошло. Но мы здесь видим еще одну конфигурацию. Это так называемая рецепция. Что значит рецепция? Когда совпадение планет текущих, так называемых транзитов, с планетами изначально. И здесь оно связано с Марсом и Черной Луной. Черная Луна всегда связана с демоном-искусителем, злая воля чья-то, чей-то такой дьявольский замысел. А Марс всегда связан с войной, Вот оно, видите, как-то все и произошло. И это может еще повториться в следующем году неоднократно, в начале марта раз, в самом конце мая два и в июле, особенно в начале три. Так что тоже все будет зависеть от человеческого фактора, от того, как люди на это могут прореагировать. Вот что у нас произошло, дорогие друзья, в течение ближайшего времени. Будем за этим наблюдать. И нам необходимо все это знать, хотя бы для того, чтобы понять не только что нас ожидает, что нас может ожидать. Нам необходимо думать своей головой, нам нужно на всего находить собственным умом. Нам это очень потребуется в ближайшее время, потому что наступила эпоха Ваналея, а эпоха Ваналея всегда связана со свободным мышлением, свободного человека. И поскольку Россия связана именно с этим злаякальным знаком, у нас действительно ждет большое будущее, которое во многом зависит от нас. Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова